Всем шалом из Израиля! Сегодня мы попробуем с вами национальное еврейское блюдо, которое мы купили в банках. Кстати, мы в Израиле. Шалом. Называется Гефилтефиш. Вот, читаем. Гефилтефиш. Мы купили его за 12.90 шекелей. Тут даже цена, это такой государственный продукт, можно сказать. И это национальное еврейское блюдо, которое я никогда в жизни не пробовал. И вообще, как бы, в еврейской кухне ноль пока что. Поэтому нужно наверстывать, так сказать, впущенное. Тут нарисованы такие фрикадельки. Короче, я прочитал про это блюдо. Это рыбные фрикадельки. В чешуе их там вот специальным образом варят вместе с морковкой, с лучком. В общем, это холодная закуска. Греть их не надо. Вот в такой банке продается. В общем, вот состав, посмотрите. Кому интересно, можете перевести. Очень весьма кошерная, весьма вкусная еда. Давайте попробуем. Откуда ты знаешь, что она вкусная? Ну, наверное, все ее любят. По крайней мере, в интернетах написано, что все очень любят это блюдо. Ну, вот ни разу его не пробовал. Давайте как-нибудь вместе с морковочкой. Вот. Ну, чем пахнет? Да ничем особо не пахнет. Пахнет салатом, морковкой. Такое нейтральное, даже консервы. Так это сладко из-за морковки. Короче, рыбные фрикадельки. Специфическая вещь. Сладкое. Так оно выглядит целиком. Такая вот котлетка. Так вот такая вот фрикадельечка. Вообще, похоже на паштет даже немножко. Как горбуша, но уже с хлебом. Фрикадель. Так, достаем наш еврейский, самый дешевый в Израиле хлеб. Он был вот такой огромный. Мы уже весь ели. Берем вот эту вот штуку. Конечно, ее надо есть с хлебом абсолютно точно. Вот так она выглядит. Такое кусище. Когда мы это покупали, я думал, что это просто целиком рыба. Я тоже думаю. А это именно фрикадельки. Мы же не знали, что это. Просто в магазине было. Вот так вот это намазываем. Бутерброд. Мне кажется, вот так вкуснее всего. Я бы ел так с хлебом. Как паштет. Рыбный паштет. А чувствуется перчик какой-нибудь? Специи? Не сильно специи чувствуются. Чувствуется именно сладость от морковки. Она чувствуется. Она такая сладковатая рыба, я сказал. Это карп. Карп традиционно делается из карпа. Это закуска. Но даже не знаю, что это хлеба, потому что она тоже с хлебом. Такая специфическая вещь интересная. Попробуй ты вот. Кусочек. Наш, так сказать, человек еврейской национальности абсолютно и полностью. Я все-таки не совсем. Как-то необычно пахнет свежей рыбой. Твои предки это ели. Это блюдо, по-моему, венгерской, что ли, кухни. То есть, это вот, ну, заимствовано было. И правда необычно. Я такое не ожидала. Мясо сладкое. Слушай, что-то мне это напоминает. Какой-то морковный суп, что ли, я не знаю. Да, что-то есть такое. Рыбный, морковный, что-то такое. Рыбка и морковь. Очень много моркови в этом вкусе. Мне кажется, что даже внутрь, видите, если посмотреть, она такая... Очень много моркови, короче, добавлено в эту смесь. Это вот, что мы сегодня сделали. Кальраби с луком и с морковкой. Сейчас мы будем, собственно, есть эту рыбу вот с этим. Наверное, будет вообще шикарно. Попробуйте. Попробуйте. А если вы пробовали, напишите, как вам вообще... Вы такое готовите иногда? Прикольное, необычное блюдо. Прикольное блюдо. Прикольное блюдо.